Ментальная арифметика Мы будем беседовать с основательницей одной из первых таких школ Сайкал Асылбековой Здравствуйте, Сайкал Здравствуйте Сайкал, насколько это повлияет на уровень образования в Кыргызстане? Абсолютно верно Это инновационный метод развития интеллектуальных способностей детей Это новизна для Кыргызстана Особенно для отдаленных регионов И говорить о том, что она очень полезна Как для одного ребенка, так и для всего общества Это не сказать ничего О пользе данной методики говорят во всем мире Об этом свидетельствуют факты и результаты многочисленных исследований И еще раз повторюсь В предыдущих наших презентациях мы тоже не устаем говорить Что на тему ментальной арифметики проводились исследования Более пяти лет наблюдали за детьми Которые занимаются ментальной арифметикой И результаты данного исследования показывают То, что успеваемость у детей Повышается не только по математике Но и по всем остальным предметам А это очень хороший показатель эффективности данной программы Ну, понятно Можно ли сказать тогда, что через лет 10-20 В Кыргызстане будет новое какое-то суперумное поколение? Мощность производства нашей организации Захватает только на, скажем, 3% всего населения Кыргызстана То есть мы охватываем очень маленькое количество детей Но работа ведется, мы расширяемся И в скором времени в сотрудничестве с агентством по делам молодежи и труда Мы планируем открыть подобные центры в каждом райцентре Кыргызстана Насколько мне известно, вы уже начали эту работу И бесплатно передали франшизу в региональные школы Кто там обучается и кто оплачивает труд, допустим, преподавателя Если это бесплатное обучение идет Мы передали франшизу бесплатную на Рынскую область Джумгальский район, село Чаек, село Байзак и Минкуш Три села Там открылись курсы ментальной арифметики при обычных общеобразовательных школах Сказать, что преподаватели работают бесплатно нельзя Потому что там мы установили самый минимум мизерную стоимость за обучение Просто чтобы они оплачивали труд преподавателя А так вся франшиза, вся методика стандарта преподавания Методика технического оснащения Все это было перепередано на безвозмездной основе Кроме этого, у нас подобная школа работает и в Балакчах И вот последний месяц в связи с Курманайтом Мы передали нашу программу на безвозмездной основе в детский дом Где проживают более 50 человек, детей-сирот Чтобы они преуспевали в школе И имели равноправные права с обычными нашими детьми сообщества Просто была поднята инициатива от представителей данных регионов И что мы очень хорошо оценили, это то, что они нуждаются в данной методике Они прям голодны на инновационные методы образования, на курсы, кружки и так далее Дети хотят ходить, они хотят учиться, но ходить им некуда Вот поэтому мы не ставим перед собой целью только деньги и так далее Надо миру тоже отдавать, чтобы получать от мира тоже Это тоже один из главных принципов лично в моей жизни тоже На данный момент ведем переговор с представителями Ахталинска Село Ахтала, тоже Нарынская область Преподаватели приехали Наши администраторы озвучили цену в 25 тысяч суммах, оказывается Для них это очень большая сумма Они готовы были и это оплатить Но просили в рассрочку и так далее, в кредиты На этот момент мы, смотря на этих преподавателей На обычных людей из обычной сельской школы Приняли решение, что достойно будет отдать им эту программу Тоже на безвозмездной основе Ну и что, что они будут зарабатывать Пускай зарабатывают, пускай строят у себя бизнес Но они не будут ставить такие цены, как в городе Бешкек Но в любом случае пускай работают А насколько эта программа, да, она влияет на ребенка На воспитание ребенка Насколько это отражается на его поведении, скажем Ну, присутствие гиперактивности у ребенка Интерес к учебе низкий Или же пониженная самооценка и так далее С разными своими причинами приходят к нам родители Уникальность данной методики мы заметили тогда Когда вот ребенок, который слишком гиперактивный Он становится более усидчивым И он начинает концентрироваться на одном каком-то деле То есть это, получается, регулирует поведение ребенка? Абсолютно верно Абсолютно верно Потому что у нас уроки проходят таким образом Что ребенок не успевает отвлекаться куда-то Они настолько насыщенные Каждый урок расписан поминутно И даже домашние задания там оценивается все в баллах Система мотивации ребенка И самое главное Наши преподаватели стараются относиться к каждому ребенку Как ко взрослой личности Который должен нести ответственность за себя За домашние задания За ежедневные свои поступки и так далее И мы тоже советуем каждому родителю Относиться так же к своему ребенку Как ко взрослой личности Хорошо, Сайкал Давайте рассмотрим этот вопрос так Допустим, учиться ментальной арифметике Отдавать своего ребенка Это стоит денег Это понятное дело А допустим, если у человека нет денег В домашних условиях Хоть какую-то часть Какую-то часть можно будет использовать Мы делаем скидки до 90% Если действительно они подтверждают свою неплатежеспособность Мы готовы обучать почти за бесплатно Вот это я хотела сказать А если же мама хочет дома заниматься с ребенком Конечно, это возможно В интернете есть онлайн-уроки Которые можно с легкостью пройти Но есть одно но Выше первого или второго уровня Обучение уже платное Это как в игре, да? Если первый и второй этап прошел Дальше плати, чтобы играть Да Вот так вот А так это отличный инструмент Для развития ребенка Вообще другими темпами И все-таки на образование в целом в Кыргызстане Это как-то повлияет? Это будут дети другого уровня, скажем Однозначно это повлияет Об этом говорят и исследования Мы со своей стороны тоже наблюдаем Улучшение успеваемости детей По всем предметам Мы ведем мониторинг нашей деятельности И за счет того, что у ребенка улучшается память У него улучшается способность Лучше понимать новые темы Легче осваивать иностранные языки У ребенка развивается логическое мышление Аналитическое мышление И за счет этих навыков У ребенка однозначно Уже развитие идет другими темпами И шансы на успешное будущее Увеличиваются в разы А вот допустим, возьмем хорошо Те страны, которые уже давно По этой системе обучаются Какие это страны И как это сказалось на этой Допустим, какой-то определенной Определенном государстве Мы можем взять, как пример, Китай и Японию Там ментальная арифметика Метрина вообще образовательную программу На государственном уровне То есть со стороны государства Это финансируется И преподается как обязательный предмет Наряду с математикой В каждой школе И мы видим, что китайцы и японцы Далеко не глупые То есть одни из самых умных студентов Одни из самых лучших умных детей И так далее По статистике всегда выходят азиаты Японцы и китайцы И они впереди и в сфере производства В сфере информационных технологий И так далее Какую бы в сферу ни взять Потому что у них это практикуется Более 20 лет Вот вы, Сайкал, говорите о том Что хотите, чтобы дети были в Кыргызстане умнее Поэтому вы открыли такую школу А вы не думали сотрудничать с Минобразованием Предложить им, допустим, в школах внедрить это Каким-то образом Как это делают Допустим, сделали в Японии или в Китае Где вы говорите уже Как бы введена в общеобразовательную программу То есть об этом вы думали? Об этом мы думаем, конечно Это будет очень большой шаг к развитию всего Кыргызстана А будущая сторона – это наши дети Для того, чтобы у нас были успешные, умные Способные одновременно решать несколько задач И так далее Такие личности, они воспитываются только через эффективное образование Через хорошее воспитание и знания Поэтому мы, конечно, будем над этим работать Хорошо, спасибо, Сайкал, за уделенное нам время Спасибо вам большое Это была рубрика интервью Мы беседовали сегодня с основательницей школы ментальной арифметики И рассказали о том, что она дает И как это отразится на образовании в Кыргызстане в целом Оставайтесь на нашем канале С вами была я, Ширина Знакунова До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»